Глубокие ямы на дороге стали серьезным препятствием на пути к дому для автомобилистов, проживающих в коттеджном поселке Киселёво, что рядом с микрорайоном Соменко. Но и для пешеходов путь этой зимой в магазин, аптеку или на остановку тоже тернист, так как тротуары под завалами снега. Чистить их тоже никто, похоже, не собирается. Какую альтернативу уборке снега придумали чиновники, расскажем в следующем материале. Огромная яма встречает путников в самом начале улицы Волынской, аккурат у Красинского моста. Здесь довольно большой поток автомобилей на протяжении всего дня. Она ведет в частный сектор и такой неприятный сюрприз среди проезжей части для водителей, мягко говоря, не добавляет бодрости духа. Чтобы преодолеть это препятствие на пути к родному дому, для жителей микрорайона Соменко есть два пути. Первый – это показывать все чудеса маневрирования, объезжая вот эту огромную яму. Второй – это жертвовать подвеской. Впрочем, яма здесь такая глубокая не одна. Всепроезжая часть напоминает фронтовую дорогу. Поэтому в жертву приносятся колесные диски, пороги, брызговики и даже бампера. Проедет здесь не каждый внедорожник. Не говоря уже о седанах, неровность местного рельефа усугубляется еще и наледью. По словам жителей, с уборкой снега всю зиму проблемы. А постоянные перепады температур в этом году осложнили ситуацию. Такая была всегда. Или под водой, вот такая яма не видна, люди проваливаются. Либо вот так вот. Всю зиму так. И никто не убирается, ничего никто не делает. Дорога очень ужасная. И она всегда находится в таком состоянии. Просьба ее сделать хорошей. А вот сделают ее хорошей или нет, вопрос открытый. Сразу несколько депутатов Гордумы неоднократно обращались в администрацию города с просьбой включить эту дорогу в план ремонта. Но пока ни о капитальном, ни о ямочном ремонте точной информации с конкретными сроками нет. Неудобства на Соменке испытывают не только водители, но и пешеходы. Только если в предыдущем случае водители рискуют имуществом, то здесь уже здоровьем. Основная переправа через канал от ТЭЦ-3 отныне действует только для автомобилистов. Тем, кто идет в магазин или на остановку на своих двоих, вход на мост заказан. О чем сообщают запрещающие знаки с обеих сторон. Ходить по пешеходной зоне этого моста не только запрещено. Здесь и фактически делать это довольно опасно. Учитывая состояние конструкции, можно запросто оказаться в воде. Вообще, что по одной пешеходной дорожке моста, что по другой, ходить действительно трудно и опасно. Во-первых, здесь торчит арматура в ограждениях дыры, а в-третьих, очень скользко и снег с дорожек не убран. Видимо, заботливо установленные знаки должны оградить местных пешеходов от риска превратиться в ныряльщиков. Но как тогда теперь преодолевать водную преграду? Тротуаров нету. Машины могут ехать и с одной стороны, и с другой. Поэтому очень внимательно ходим. Альтернативный какой-то путь обхода есть? Нету. Что ж, видимо, установить запретительные знаки гораздо проще, чем убирать снег и отремонтировать мост и дорогу. Справедливости ради скажем, что в этом году ямочный ремонт уже производился на некоторых улицах. Литым асфальтом залили опасные участки, в том числе на улице Шишкова, на которые жаловались жители. Всего, согласно данным администрации, МУПЖЕК ликвидировал более 650 квадратных метров поврежденной проезжей части. Остальные еще ждут, не дождутся своего часа. Субтитры создавал DimaTorzok